МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Несчастный случай или смертельная обеспеченность? Пожар в жилом доме в центре Махачкалы унес жизни 5 человек. Четверо из них – дети. Где-то они райские, а у нас мусорные. Целые острова из отходов образовались в живописных дагестанских горах. Накануне ночи в Махачкале произошла страшная трагедия. Из-за пожара в жилом пятиэтажном доме погибли 5 человек, в том числе четверо детей. Наш корреспондент Хамзанур Магомедов побывал на месте событий. Ему слово. Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного дома. Примерно в 9 часов вечера. В этой квартире находились двое детей и их дедушка. На помощь прибежали соседи. Вывести дедушку удалось. А вот к детям поступиться уже не представлялось возможным. Они погибли от полученных ожогов. Я на балкон выскочила, смотрю, горит. Естественно, такой ажиотаж. Быстренько начали по соседям. Племянник бросился сюда, в квартиру. Вышел этот старик, ну, дедушка ихний. Вышел, ну, он спросоний или что потом. Потом, говорит, там дети. Уже зайти не получалось. Как он оттуда вышел? Чуть-чуть обгоревший, говорит, был, племянник рассказывал. Потом они начали, кто-то еще из ребят, соседи услышали, прибежали сюда. Они начали ведрами тушить. Зайти не могут. Тушат все это. В общем, был кошмар какой-то. Деревянная пристройка к балконе этой квартиры сгорела полностью, как и вся внутренняя часть квартиры. Огонь с четвертого этажа перебрался на пятый этаж. И жильцы этой квартиры погибли. Их было трое, мать и двое маленьких детей. Как мы видим, внутри стены почернили от дыма огня. Что, вероятно, и послужило причиной их гибели. Послам очевидцев, мать с двумя детьми на пятом этаже не спали. Соседи стучались в эту квартиру и слышали звуки. Но причина, по которой 23-летняя женщина так и не смогла открыть дверь, остается неизвестной. Остальные квартиры в этом доме не пострадали. Лишь в подъезде стоит едкий запах гари. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Для установления причины возгорания и очага назначена пожарно-техническая экспертиза. Опрошены очевидцы. Проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Полностью пожар сотрудники МЧС потушили приблизительно к 10 часам ночи. Специалисты в очередной раз призывают родителей не оставлять детей без присмотра, регулярно проверять наисправность в жилом доме, газовое оборудование и электропроводку. Малейшая оплошность и невнимательность в этом деле может стоить жизни совершенно невинным людям. Острова только не райские, а мусорные, из пластиковых отходов. Образовались они не где-то у берегов Индии, а в Дагестанских горах. Некоторые районы республики оказались в шаге от экологической катастрофы. Многие скалы буквально завалены мусором. Бытовые отходы умножились настолько, что уже мешают работе всех горных гидроэлектростанций. О том, кто ответственен за водоплавающий мусорный коллапс и какое есть решение у проблемы, узнавала Патима Тханапова. О, ребята, сейчас я вам такое покажу. Какой ужас. Я такого никогда не видела. От лирики к реальности. От лирики к реальности, так комментируют приезжие туристы, увиденные. Сначала они любовались красотами природы, гостеприимством местных и даже не подозревали, что после им предстоит лицезреть здесь мусорные острова. Первое впечатление первых дней абсолютно просто уничтожило в какие-то моменты. И скажу вам так, что нам тяжело приходилось отходить от этого. То есть ты это увидел и ты не можешь это развидеть. Да, и тут же переключиться на пасущихся лошадок в лугах. Пластиковые бутылки, пакеты, огромные бревна и даже бытовая техника. Регулярно на водохранилищах скапливаются тонны мусора. Периодически их прибивают к платинам ГЭС. И если вдруг в турбину попадет что-нибудь крупное отсюда, то и до техногенной катастрофы недалеко. У нас был случай, когда две секции этой решетки были деформированы. И в этой связи нам проходилось почти полтора месяца останавливать станцию и выполнять ремонтные работы. Поэтому мы всегда стараемся избежать вот таких случаев и вовремя собирать этот мусор. Около 700 тонн мусора вывезли отсюда еще в июне. Сетуют представители Русгидро. Это хвостовая часть Гацетлинского водохранилища. Всего за два месяца тут снова образовался мусорный остров. Я сейчас нахожусь на так называемых боновых заграждениях. Они способствуют задержанию этого мусора, чтобы он не доходил до водоприемника электростанции. В компании уверяют, что делают все возможное. Однако принимаемые меры дают только временный эффект. Да и в целом это вовсе не их обязанность. Все водоемы и водохранилища являются федеральной собственностью. Следовательно, ответственность за все, что в них происходит, должен нести Росприроднадзор. Власти тут иногда проводят субботники, но на этом борьба с мусором чаще всего и заканчивается. В рамках нашей компетенции мы можем организовать только субботник. С участием волонтеров, работников Министерства природных ресурсов. Остальные вопросы надзор у Росприродного отзора, федеральные органы и муниципальные органы. Откуда же все-таки берутся эти тонны отхода в истоке мусорных риг, высоко в горах? Эксперты говорят, причина всей этой экологической катастрофы в нерешенности проблемы, вывоза и утилизации мусора в горных районах Дагестана. Отчего местным жителям легче по традиции выбрасывать мусор в такие ущелья и овраги, после чего с первыми дождями этот мусор утекает в реки. Это живописное Купинское ущелье невольно превратилось в пристанище для мусора. Такая картина встречается практически в каждом ауле Дагестана и бросают сюда отходы люди без зазрения совести. Тем временем жители негодуют, а что им делать, если нет специально отведенной площадки для этого и мусорных баков? Не в домах же хранить. В свою очередь, местная власть отмечает, они бы с радостью организовали работу по вывозу отходов и установке контейнеров, но нет финансирования. Самое идеальное решение было бы, например, установить урны, вывозить мусор, наутилизацию. Это все не в наших силах, потому что мы не имеем средств. Возможности нет, здесь сжигаем мусор, в год несколько раз приводим порядок, чтобы меньше вреда природе было. Своими силами то, что мы можем, мы делаем. Ясно одно, чтобы решить эту проблему, нужен комплексный подход. Люди, в свою очередь, должны проявлять сознательность. Муниципалитет обеспечить вывозы и утилизацию мусора в селах. Минприроды и Росприроднадзор искать пути решения. Но, судя по этой пугающей картине, многие ответственные за это свой долг до конца не выполняют. Переваливая вину друг на друга. Как говорится, овоз и ныне там. Ватимат Ханапов, Мусас Алгиреев, Новости ННТ. Каспийский медицинский центр, построенный Министерством обороны России, принял первых пациентов с диагнозом коронавирус. В центре организованы красная зона для лечения заболевших COVID-19, реанимационное отделение, изолированные боксы. Сейчас в медучреждении лежат 27 пациентов. Общее число коек – 76. Весь персонал имеет практику лечения пациентов с COVID-19 и опыт работы в противочумных костюмах. А в скором времени Министерство финансов России должно выделить отдельный штат для медицинского центра. Правительство России выделило более 34 миллиардов рублей на выплату детских пособий. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Деньги будут направлены в регионы для ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Согласно источнику, необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, родители которых имеют право на выплаты. В данный момент в них нуждаются 3 миллиона человек по всей стране. Размер пособия на ребенка составляет ровно половину от прожиточного минимума региона. Средняя цифра по России – это 5500 рублей. Оформить выплату можно через портал госуслуг или в МФЦ и в органах соцзащиты. В Махачкаре могут ввести льготный проезд для школьников. Рассматривали такую возможность в администрации столицы. Градоначальник подчеркнул, что это наиболее передовая практика, реализуемая в крупных муниципалитетах. И ее введение станет не только мерой соцподдержки для граждан, но и эффективным решением по недопущению распространения коронавирусной инфекции. При бесконтактном расчете за проезд школьники в меньшей степени будут подвержены риску заражения, в том числе и сезонными заболеваниями. Салман Дадаев также поручил ответственным управлением усилить контроль за мероприятиями по обеззараживанию общественного транспорта и провести во всех школах уроки по соблюдению антивирусных мер. А в Бодрыхском районе завершился фестиваль спорта «Четвертые летние андийские игры». Это ежегодные соревнования по четырем видам спорта проходили в селе Анди на базе местной спортшколы. Их посвятили памяти известного общественного деятеля и мецената Магомеда Газиева. Более 400 участников определяли сильнейших в турнирах по футболу вольной борьбе, грэпплингу и подтягиванию на перекладине. Спортивный фестиваль призван укрепить дружеские отношения среди выходцев из разных сел округа. Своим присутствием мероприятий поддержали руководители Бодрыхского района, известные спортсмены, общественные и религиозные деятели. Подобные мероприятия важны для нашего подрастающего поколения, которое так достойно сегодня здесь представлено. Спасибо организаторам мероприятия за такую прекрасную организацию и вообще за мысль проводить летние андийские игры. И хочу сказать, что они традиционно проходят на прекрасном уровне и состав участников с каждым годом только расширяется, что также приятно. По итогам упорных схваток в единоборствах первыми оказались представители села Анди. Лучше других на перекладине себя проявил выходец с селения Гагатли. Кульминацией игр стал мини-футбольный турнир, где второй год подряд победу праздновала команда андийской детско-юношеской спортивной школы. Чемпионы и призеры соревнований получили денежные премии. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин